Привет, грибоеды! Сегодня в лесу мне встретился навозник мерцающий. Непривлекательный, но съедобный гриб. Так, а вот еще что-то я нашел. Что это у нас? Это какая-то гадость. А вот навозник мерцающий. Так, послушаем специалиста. Нарвозник мерцающий у нас очередной из сегодня найденных. Гриб считается условно съедобным, но его не собирают, потому что донести его до места приготовления в нормальном состоянии со светлыми пластинками равняется нулю. Навозник мерцающий иногда называют навозником рыжим или навозником искристым. Растет с мая по октябрь. Съедобный гриб только в молодом возрасте, пока пластинки гриба еще белые. Требует немедленной кулинарной обработки, так как после сбора в течение трех часов пластинки гриба темнеют и гриб становится несъедобным. Говорят, что навозник мерцающий особенно вкусен во вторых блюдах, но сам я его пока что не пробовал. А посмотрим, какие пластинки. Секунду, просто интересно, не значит, что его брать буду? А, нет, все, смотрите, пластинки уже вообще черные, полностью черные. То есть этот гриб уже в пищу никак не годится, даже если нам сильно хочется кушать. Это тоже он. Это не ядовитый. Это вообще уже кошмар. Это можно брать руками. Но есть нельзя. Ничего с тобой не случится, но это не ядовитый. Это самый мелкий, это он же. Вот здесь вот как раз и будет тот момент, который ты хочешь. Это несветное. Но я бы это не ела, я не знаю почему. Но ты их никогда не берешь, да? Да, ну зачем? Ну боже, мне одно слово навозник уже. А для эксперимента. Эксперимента? Ну да. Пока еще у меня столько всего есть для эксперимента, я... Вот. Я понял. Представляете, здесь даже бобры есть. Очень характерный, характерно обгрызанное дерево. Внешний вид навозника мерцающего не вызвал у меня желания его собирать, но, возможно, кто-то из вас имеет опыт в приготовлении этого гриба. Расскажите, пожалуйста, в комментариях о его кулинарных свойствах. До встречи на канале Грибоед. Пока.